Я как тумбочка стою здесь, у тебя вопросы. Давай-давай, держись. Башкирская газета «Красный гудок коня». Ваши впечатления от игры? Хорошая игра. Мне нравятся ваши газеты, я ее часто читаю. Спасибо большое, мы так и знали. Так, у меня двое-двое на мину. Халпа нужна. Есть у кого-нибудь ТП-шка? Помощь, помощь. Где помощь? Ноль помощи. Вот новое видео на ЗТВ. Макс, левая, на ЗТВ новое видео. 20 февраля 20 февраля стало днем противостояния двух соседних республик. Татаро-башкирские дерби на льду в Уфе и на Террафлексе в Казани. Они обещали подарить зрителям море эмоций. В гости к Казанскому «Зениту» пожаловал Уфимский Урал. Нельзя не отметить тот факт, что уфимцы вместо 8 часов на дорогу потратили в 3 раза больше времени, испытав на себе все прелести русской зимы. Получилось, что в 25 часов мы выехали на одном автобусе, заглохли, сломался. Нам пришлось ждать второй автобус, пока наш приедет из Уфы. И когда он приехал, к этому моменту испортилась погода, закрыли дорогу, и нам пришлось остаться в Челнах. Поужинали, переночевали, позавтракали утром, сели спокойно в автобус и приехали. Уже в 12 часов были здесь. 25 часов потратили на эту дорогу. То есть это, наверное, рекорд этой трассы. Любопытный эту встречу делал еще и тот момент, что впервые друг против друга на тренерских мостиках сошлись два больших друга. Либера Алексей Игоревич Вербов и Либера Константин Анатольевич Сиденко, который возглавил Уфимский Урал уже по ходу сезона, перебравшись в Уфу из фарм-клуба «Зенита» Академия. Мы с Константином Анатольевичем уже столько дружим, столько вместе, столько обсуждали. Сегодня, наконец-то, вот встали друг напротив друга, как сказал Константин Анатольевич, 1-0. 1-0, Лешка повел. 1-0, да. 1-0, я ему сказал, что мы это откидываем, да, и начнем счет как-нибудь в другой раз. Обе команды вышли в сильнейших стартовых составах. Только вот тренерский штаб казанцев «Вербов» Олегна решил видоизменить привычную схему. Пару доигровщиков составили лингопед Михайлов, Андерсон вышел в диагонали, пасовал Будьков. Пара центральных «Вольвич Лихошерстов» и Валентин Кротков на позиции «Либер». Эта схема действительно позволила казанцам сконцентрированно провести всю игру. «Зенитовцы» сократили количество ошибок до минимума, Ангопед и Кротков тащили мячи в защите. Максим Михайлов вновь забойно атаковал, набрав 7 очков. 25-21. Небольшая тактика была с нашей стороны, да, чтобы заставить их как-то эмоционально быть в игре. А сегодня вот этими нововведениями, скажем так, они держали с первого до последнего мяча свою голову в режиме игры. Второй сет стал лучшим для гостей, которые повели 5-8 на подачах Абросимова. К этому моменту Рыбаков в диагонали сменил Мискевича и набрал в итоге 13 очков. Команды же шли вровень до счета 17-17. После чего серия на вылет от пулемета Максима и его же успешные доигровки зажгли на табло 25-20. Нам нужно готовиться уже к играм плывок. Когда есть возможность, мы используем, держим ребят в тонусе. Но сейчас была такая задумка, чтобы мы мало того, что использовали систему, держали основных игроков в тонусе и уже где-то заглядываем все-таки вперед. В третьем сете все решилось в трех расстановках. На подачах Михайлова 4-0, Будько 9-2 и Андерсон 15-6. Уфимцы поставили 5 блоков за сет, но при этом реализовали лишь четверть атак. Михайлов же повторил в протоколе свой игровой номер, набрав 18 очков, став самым результативным игроком. 25-18 в четвертом сете и 3-0 в матче. Очень доволен тем, что мы сегодня сыграли немного новой системой. Как говорится, план «Б» у нас всегда должен быть. Наверное, для них внутри эти матчи, они все-таки достают из себя, когда какой-то нет, наверное, турнирной мотивации. У нас не получилась игра, полностью не получилась. И это заслуга команды соперника, потому что выбили с приема и на высоких мячах против такого хорошего организованного блока атаковать тяжело. Плюс, когда был прием, Валя Кротков сегодня творил чудеса, мне дал там, я думаю, мячу просто упасть. В первую партию вроде ничего сыграли, а потом просто встали. А, ну тогда, видите, есть объяснение, даже и укрикнул, что они 25 часов добирались. Я бы 25 часов не хотел добираться, честно. Свой следующий поединок казанцы проведут 24 февраля в Самаре против «Новой». Отметим при этом, что эта победа стала 24-й для казанского клуба в матчах против уфимцев. А вот в хоккейном зеленом дерби впервые в сезоне Салават Вилаев был сильней Акбарса. Нет такого отношения, наверное, в волейболе, вот такое татаро-башкирское, как в хоккее. Но мы выиграли в татаро-башкирском, наверное. Камера, мотор. Подписываемся на ЗТВ. Приехали. Дом вроде этот.